Здравствуйте! Рада видеть вас на нашем канале Охвостатых. Меня зовут Александра. И сегодня мы поговорим о маисовых полозах. И прежде чем начать говорить о одной из самых популярных змей для новичка, я бы хотела сказать огромное спасибо, что вы подписываетесь на канал, ставите лайки, комментируете. Я все читаю и мне безумно приятно получать от вас такую отдачу. Главная особенность маисовых полозов это небольшой рост. Перед вами сейчас девочка трех лет. Это самочка наша. Вот такое вот необычное у меня нынче украшение. Сбежала? Как и многие полоза, которых я знаю. Почему же маисовый полоз настолько популярен среди новичков? Преимущество здесь большого количества. Во-первых, он небольшого размера. То есть взрослый маисовый полоз достигает в длину от 110 до 150 сантиметров. Плюс она не такая страшная, как императорский удав или тот же самый королевский питон. Они очень компактные. И уговорить на них своих домашних намного проще. Также небольшая стоимость играет очень высокую роль. Полозу можно купить за 2500-3000 рублей. Ну, соответственно, чем более редкая морфа, чем более она интересная, тем змея стоит дороже. Еще огромный плюс, точно так же, как и у королевских питонов, это огромное количество морф. То есть здесь вы можете купить морфу ту, которую вы пожелаете и которую может позволить вам ваш кошелек. Огромный плюс маисовых полозов, это неприхотливость в еде. Едят они реально абсолютно все. Причем, если вы даете живые кормовые объекты, они даже не душат, они едят их целиком. Живьем, я бы даже сказала. Также спокойно можно перевести на заморозку, что еще увеличивает их количество плюсов по сравнению с другими змеями. Достаточно подвижные, как вы можете видеть на видео. Тем, у кого первая змея, то достаточно интересно с ними общаться, так как они достаточно активны. Мне эта активность на самом деле не очень нравится, потому что я как-то привыкла к более спокойным, более размеренным змеям. Из минусов я могу сказать только про размер, возможно. Опять же, что они достаточно маленькие и поэтому их очень легко потерять. Я достаточно часто в своем видео рассказываю про маисовых полозов, потому что они достаточно часто сбегают, ну, часто у нас у знакомого была такая ситуация. И, как минимум, буквально за последний месяц моя копилка пополнилась еще двумя историями, где маисовые полозы сбежали и на данный момент их не нашли. Поэтому, прежде чем заводить маисового полозы, как и любую змею, нужно подготовить место, в котором оно будет жить. Так, а теперь давайте поговорим про содержание. Дело в том, что маисовая змея, змея не крупная от слова совсем, что вы можете наблюдать, поэтому для него нужна соответствующая банка. Что бы я использовала в качестве банки на первый год, даже полтора или два? Это контейнер. Контейнер, начиная от 10 литров, ну и, соответственно, больше. Также в контейнере должна находиться подстилка, обязательно должна быть паилка. Паилка-купалка, в принципе, змея компактная, поэтому спокойно помещается в паилку для животных. Как видите, змея активная, поэтому в террариуме обязательно должны быть коряки, чтобы змея по ним могла ползать. И обязательно укрытие, потому что змея маленькая, может стрессовать, и чтобы дополнительно еще не создавать проблем ни себе, ни змее, ставим укрытие, и в этом укрытии змея большую часть времени проводит. У нас именно выглядит это так. В принципе, по содержанию достаточно просто, температура должна поддерживаться 30 градусов, лучше сделать термоковрик, если вы содержите в контейнере. Для взрослой змеи контейнер, либо террариум нужен размером 50-40-40, ей вот прям паза глаза хватит. Еще одна особенность, держать их можно группами, это очень здорово. Прикольно, когда несколько змей ползают в одном террариуме, выглядит очень красиво. И, соответственно, чем больше змей, тем больше должен быть террариум. Что же касается моего отношения к мыслевым полозам, первое время я их не признавала от слова совсем. Абсолютно мне они не нравились, сказались достаточно уродливыми, как будто им тапком по голове настучали. Ну, правда, голова у них очень необычная, и поэтому какого-то особого трепета у меня они не вызывали. Но прошло время, мы их приобрели, спокойно держим. Змея для тех, у кого уже более крупные змеи, не очень интересная. Она очень активная, что иногда утомляет, потому что они постоянно куда-то ползут. Им постоянно что-то надо, куда-то забиться, куда-то спрятаться. Поэтому достаточно часто они, к сожалению, теряются. Но в целом для новичка хороший вариант. Вообще, максимально простое содержание, ничего для нее особенного не нужно. Поэтому, видимо, настолько она пользуется популярностью. Собственно говоря, все, что я хотела сказать. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте это видео. А я вам желаю хорошего дня. Пока-пока.